МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Следствие 09, подготовленное при содействии пресс-службы МВД, ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры Республики, студии телекомпании Черкесск Ватима Куршева с традиционным обзором происшествий и криминальных новостей за минувший месяц. Сегодня в нашей программе. Хулиганство, незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия. Суд вынес приговор в отношении местного жителя, который в декабре 2018 года во время перестрелки убил одного из участников потасовки. Из соседних республик на заработки в Карачево-Черкесию полицейские наведали из места обитания ночных бабочек. Прятала лирику в упаковках из-под памперса. Черкески задержали женщину, которая подпольно торговала рецептурным препаратом. Продают детям снюс, несмотря на запрет. В республиканской столице прошел рейд по выявлению точек, реализующих никотиносодержащие вещества несовершеннолетним. К тому же первый водитель, у которого было наибольшее количество штрафов, управлял транспортным средством, находясь в состоянии наркотического опьянения. Накатали штрафов на миллион и даже больше. Сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами активизировали работу в отношении лихачей, которые накопили крупную сумму задолженности. Материнский капитал как способ наживы. Черкесский завершился суд над сотрудницей агентства недвижимости. Пропавших в Архизе детей нашли живыми и здоровыми. Накануне в курортном поселке прошли поисковые работы. Дело в том, что в отделение полиции обратился турист из Челябинска. Обеспокоенный мужчина сообщил, что потерял связь с сыном. Мальчик поднялся вместе со своим другом на горнолыжный склон, но спустя некоторое время перестал отвечать на звонки мобильника. Родители не смогли отыскать детей самостоятельно. Полицейские незамедлительно организовали поиски пропавших. В них участвовали около 70 сотрудников полиции, представители следственного комитета, МЧС, местного спасотряда, военнослужащие и работники частного охранного предприятия. Группы прочесывали горнолыжный склон и лес. Имена все знают. Идём, прокликиваем имена. Спустя два часа дети были найдены в соседнем посёлке, к которому они сами вышли из леса. Оказалось, что мальчики в сумерках потеряли ориентир и уклонились от основного маршрута. Спустились в лесистую местность. К счастью, перед тем, как разрядился телефон, один из подростков успел включить на нём навигатор и понял, куда нужно двигаться. От имени семьи, от имени родителей хочу поблагодарить полицию, МЧС, службу спасения, службу всех горнолыжников, кто включился к поиску наших парней, которые вчера потерялись на горе. Но, слава богу, кончилось всё хорошо. Два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Суд вынес приговор в отношении местного жителя, который в декабре 2018 года во время перестрелки убил одного из участников потасовки. Происшествие попало на видео. В заведении отдыхала компания из десятка мужчин. Сначала они ввели себя мирно, но потом между ними разгорелась ссора. Некоторые попытались помешать драке и разнять оппонентов. Однако это им не удалось и прозвучали выстрелы. Пуля попала в одного из мужчин. Он скончался на месте. Приговором Черкесского городского суда молодой человек признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Хулиганство, незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия. В официальных пресс-релизах говорится, Фигурант уголовного дела обвинялся в том, что он в ходе драки вытащил боевое огнестрельное оружие и пытался осуществить несколько выстрелов. Однако произошла осечка. Прячут глаза и не желают попадать в объектив видеокамеры. Полицейские нанесли неожиданный визит в одно из заведений республиканской столицы. И вот, что они там увидели. Таким гостям здесь явно не рады. При проведении профилактических мероприятий полицейскими были выявлены факты оказания интимных услуг сексуального характера за денежное вознаграждение. Жрецами любви оказались угроженки Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Краснодарского края и Республики Дагестан. Все восемь девушек были привлечены к административной ответственности. Российское законодательство предполагает штраф за занятие проституцией. Он может составлять от полутора до двух тысяч рублей. Организация такого бизнеса попадает уже под уголовное наказание и карается штрафом до полумиллиона рублей, принудительными работами или лишением свободы на пять лет. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики в ходе проверочной закупки выявили факт незаконной реализации лирики. Напомним, что несколько лет назад препарат был запрещен в свободной продаже. Однако находится немало дельцов, которые торгуют им подпольно. Понятно, что их клиенты используют его не в медицинских целях. На этот раз оперативники задержали 39-летнюю торговку. У неё изъяли 13 блистеров с этим рецептурным препаратом. При осмотре транспортного средства женщины была обнаружена крупная сумма денежных средств и две банковские карты. В ходе обследования места жительства полицейские нашли ещё 25 блистеров лирики. Сильнодействующие вещества хранились в упаковках разных лекарственных препаратов и детских гигиенических средств. Отметим, что около месяца назад женщину уже задерживали за торговлю лирикой. Однако она не прекратила свою незаконную деятельность. 24 декабря 2020 года в рамках проведённого оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка» сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Покорачаево-Черкесской республики задокументирован факт сбыта сильнодействующего вещества «Пригабалин», который входит в состав лекарственного препарата «Лирика». Совершённый 39-летней жительницей города Черкеска, который является индивидуальным предпринимателем в сфере предоставления фармацевтических услуг населению. Далее, в начале января уже текущего года указанная гражданка была задержана сотрудниками управления наркоконтроля при повторном сбыте сильнодействующего вещества «Пригабалин». В тот же день после её задержания на основании постановления Верховного суда Карачаева-Черкесской республики при проведении оперативно-разыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств по месту проживания подозреваемой была обнаружена и изъята большая партия того же сильнодействующего вещества. В общей сложности из незаконного оборота было изъято 53 блистера по 14 капсул лекарственного препарата «Лирика». По данным фактам в отношении подозреваемой в соответствии с частью 3 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации Следственным отделом ОМВД России по городу Черкесску возбуждено три уголовных дела, ответственность по которым предусмотрена и составляет до 8 лет лишения свободы. Между тем наркологи бьют тревогу, отмечая, что в последнее время среди школьников особой популярностью стал пользоваться так называемый снюс. Главная опасность таких бестабачных смесей в критически высоком содержании никотина, что приводит к быстрому развитию подростков зависимости и наносит непоправимый вред здоровью. Уже год в Карачао-Черкесии действует закон, запрещающий продажу любой никотиносодержащей продукции, в том числе и снюсов, несовершеннолетним. Однако далеко не во всех торговых точках поспешили отказаться от продажи губительных веществ подросткам. Несмотря на запрет, купить их можно даже в обычном продуктовом магазине. В Черкесске прошел рейд по выявлению недобросовестных продавцов. Почему вы нарухаете и выполняете требования закона? Продали несовершеннолетнему. Это что? Где она у вас? Где это у вас находится? На прилавке или под прилавком? Продали, купили. Я не продавала. С первых слов продавца стало ясно – диалога не получится. Женщина отказалась признать свою вину и стала спешно куда-то звонить. Однако факт нелегальной продажи никотиносодержащей смеси был установлен. Буквально за пять минут до визита в магазин проверяющих, волонтеры, одному из которых нет 18-ти, провели контрольную закупку. Вы продали, да, молодому человеку смесь? Я не продавала. Вы не продавали, да? Ну вот спросите у молодого. Нет, вы не продавали, женщина? Вот сейчас я хочу, чтобы она вслух сказала. Вы не продавали? В качестве доказательства участники рейда предъявили денежную купюру, которой они расплатились за пакетики с губительной смесью. Члены общественного совета проекта «Единая Россия. Народный контроль», которые провели этот рейд, особо подчеркнули – торговая точка находится рядом с образовательными учреждениями. Здесь есть несовершеннолетние студенты. Вы заметили, что это и институт, и колледж. То есть здесь есть несовершеннолетние дети. Наконец, решив прервать свое умолчание, продавец попыталась оправдаться тем, что один из покупателей все-таки совершеннолетний. Правда, документы она у него не спрашивала. Но в любом случае, по словам проверяющих, продавать права не имела. Никотин, содержащие вещества по новому законодательству, продажа детям категорически запрещена. Продажа взрослым, если осуществлена, то должен быть предъявлен сертификат соответствия качества в соответствии с новым техническим регламентом по опищевой продукции, потому что это бестабачные никотин, содержащие вещества. Таковы сертификат. Представлен быть не можем, потому что по уровню содержания никотина в них он зашкаливает все нормы. Поэтому априори все эти вещества, они запрещены вообще. Не только детям, но и вообще к продаже запрещены. Будь то в форме леденцов, будь то в форме в такой. По итогам проверки на продавца составлен протокол об административном правонарушении. Позже она свою вину все-таки признала. Полицейские также провели профилактическую беседу с владельцами магазина. Напомним, закон, запрещающий продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции, был принят парламентариями в конце 2019 года по поручению главы республики. Причем Карачаево-Черкесия стала одним из первых регионов, где такой закон появился. Сейчас, спустя почти год, стало очевидно, необходимо усилить контроль за его исполнением. Прежде всего я хочу обратить внимание и надзирающих органов, и федеральных, и правоохранительных органов. Дело в том, что если бы работа была на должном уровне выстроена, вот такого бы не было. Это получается, мы разово выехали и, пожалуйста, выявили факт. Значит, нет профилактической работы. Сейчас мы эти вопросы тоже будем поднимать. У нас есть полномочия парламента. Мы можем пригласить на заседание сессии руководителя федеральных, территориальных структур, что мы и будем делать. СНЮС изначально распространялся как замена обычным сигаретам, призванным минимизировать вред от курения. Под ним подразумевался продукт с измельченным табаком. Но то, от чего травятся дети по всей России, продукт бестабачный, но никотиносодержащий. Он впитывается со слюной через слизистую, откуда попадает в кровь, а затем сразу в мозг. Порция снюса 90 миллиграммов, эквивалентна по содержанию никотина двум пачкам сигарет. Для подростков эта доза может стать смертельной. В день проверки участники рейда обошли еще несколько торговых точек в Черкесске, но нигде больше фактов продажи подросткам смеси не зафиксировали. Это не первый подобный мониторинг. Народные контролеры и дальше продолжат обходить магазины. Любят покататься с ветерком, но не желают платить по счетам. Как выяснилось, среди автомобилистов нашей республики есть и такие, у которых имеется по 500 неоплаченных штрафов. Сотрудники госавтоинспекции и службы судебных приставов активизировали работу в отношении таких граждан. Так, в середине января был задержан 61-летний местный житель. Лихач успел накопить 466 неоплаченных штрафов. Кроме того, мужчина в момент задержания находился за рулем своего авто в состоянии наркотического опьянения. В этот же день были выявлены еще два злостных нарушителя, за которыми числятся крупные суммы задолженности. У одного из них имелось 466 неоплаченных штрафов, у второго 186 и у третьего 141 неоплаченный штраф. Кроме того, первые два водителя управляли транспортными средствами, будучи не имеющими такого права. То есть управляли транспортными средствами без водительских удостоверений. К тому же первый водитель, у которого было наибольшее количество штрафов, управлял транспортным средством, находясь в состоянии наркотического опьянения, что было подтверждено результатами медицинского свидетельствования. Еще одного неплательщика задержали на минувшей неделе. Молодой человек имеет более 200 неоплаченных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения. Впрочем, медаль в номинации «Антирекорд года» можно присудить другому жителю нашей республики. Он успел за год накопить сумму долга по линии ГИБДД более чем 2 миллиона рублей. Судебные приставы напоминают о том, что рано или поздно по счетам придется платить. По закону они имеют право в качестве оплаты долга конфисковать у лихача его транспортное средство. Или другое имущество. Основная масса административных штрафов в области дорожного движения поступает к нам зафиксированной камерами автофиксации. Поэтому именно по этой причине человек может за короткий промежуток времени накопить огромное количество штрафов, которые потом поступают после сечения добровольного срока для оплаты, поступает на принудительное исполнение в службу судебных приставов. И в любом случае при возбуждении исполнительного производства применяются меры принудительного характера и административный штраф будет взыскан. Обещала оформить выплаты за умеренную плату. Рубским районным судом осуждена жительница республики за совершение 12 эпизодов мошенничества. Следствием установлено, что женщина с февраля по май 2019 года познакомилась с 12 жителями Урупского и Зеленчугского районов и пообещала за денежное вознаграждение, которое составляло от 10 до 17 тысяч рублей, помочь в оформлении документов на участие в якобы действующей на территории региона государственной программе по улучшению жилищных условий граждан. И, соответственно, в получении на это субсидии в 1 миллион 200 тысяч рублей. Подсудимая свою вину в ходе судебного следствия не признала. Сославшись на то обстоятельство, что она сама стала жертвой мошеннических действий со стороны неустановленных лиц правительства. Однако данный довод подсудимой был полностью опровергнут государственным обвинителем. Судом вынесен обвинительный приговор в отношении подсудимой. С учетом наличия на иждивение у нее трех малолетних детей и супруга, являющегося инвалидом, ей была назначена условная мера наказания. В настоящее время приговор суда вступил в законную силу. Какие только способы обмана не придумывают аферисты, а доверчивые люди с легкостью отдают им свои сбережения. Впрочем, навряд ли так легко удастся отделаться фигурантка еще одного уголовного дела. Четыре местные жительницы подозреваются в незаконном получении 14 миллионов рублей. Злоумышленницы убедили своих жертв в том, что им положены дополнительные выплаты по сертификатам на материнский капитал. Они предлагали помочь получить неиспользованные средства. Завладев личными документами граждан, женщины оформили на своих жертв займы в кредитных организациях. Это не единичный случай. Чтобы восстановить справедливость и вернуть денежные средства, жертвам мошенников зачастую приходится потратить немало времени и нервов. Мы уже рассказывали в наших прошлых передачах о жительнице Черкесской Галима Тохтовой, которую несколько лет назад обманули представители агентства недвижимости при продаже комнаты в общежитии. И кажется, теперь в этом уголовном деле поставлена точка. Артур Мхцея вновь пообщался с потерпевшей. С чего началось? Как получилось, что вы обратились не в ту организацию? Ну, это началось в 2016 году, так как мои дети, у меня внук болеет. В тот момент у нас таких денежных средств не было. Потом я нашла номер Шереметова Елены, которая этим занималась. Естественно, я ей позвонила, она взяла трубку, я говорю, я такая-то, такая-то, у меня вот такие эти, вы хотите заняться? Вы такими занимались? Она говорит, да. Риэлтор приехала к Галимат Охтовой обсудить с ней и её дочерью детали сотрудничества. Я изначально у неё спросила, через нотариальное дело, она говорит, нет, мы сейчас ваши документы возьмём, на фирму отвезём, с кем мы сотрудничаем. Если они скажут, да, потом уже мы будем дальше работать. С оригиналами всех документов стороны отправились сначала в Ставрополь, затем в Невиномыск, где им вроде бы одобрили дальнейшее проведение сделки. Что на самом деле стояло за этой поездкой, можно предположить с большой долей вероятности. Скорее всего, таким способом обладательниц материнского сертификата и жилья попросту запутывали, создавая видимость решения вопроса. Что, собственно, чуть позже и подтвердилось. Получив на руки оригиналы всех документов, представители фирмы несколько месяцев не выходили на связь. Там у них схема идёт. Если бы я одна так пострадала, я бы сказала, да, я пострадала из-за того, что аналогичных дел очень много в МВД, очень много. Там получается, вот Шереметова на нас вышла, через её звонки Караева едет, а Капушева только по документальным делам. То есть у них всё взаимосвязано. Была ли проведена очная ставка между всеми названными людьми, нам неизвестно. Вот только следователь, который с самого начала вёл это дело, несколько раз предлагал потерпевшей стороне внести в число подозреваемых лишь одного человека. Именно Караева в итоге и предстала перед судом в качестве обвиняемой. И в день суда, когда вот это всё оглашали, просто мне интересно, вот на таких людей, ну они, наверное, готовы к этому. Мы тут рубль у кого-то берём, ночами не спим. Они были, вот такое ощущение, вот я на неё смотрела, суд, она как потерпевшая себя вела. Суд счёл обвиняемую виновной в хищении чужого имущества. На Мариям Караеву возложена обязанность вернуть дочери Галимат Охтовой Анжелине, полученные мошенническим путём более 400 тысяч рублей, а также возместить причинённый потерпевшей стороне моральный вред. Кроме того, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года. Правда, ввиду смягчающих обстоятельств этот пункт носит условный характер, хотя и с некоторыми дополнительными ограничениями. На этом наш выпуск подошёл к концу. Если вы стали очевидцем какого-либо чрезвычайного происшествия, делитесь с нами в сети. Присылайте видео и фото на аккаунт телекомпании «Черкес». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин